По сому, да, почему в исследуемых рыбах не было в перечне сома, да, хотя сом у нас тоже погибал. Третий вопрос, по лимиту, да, будут ли данные рекомендации по лимиту, потому что в связи с тем, что погибла рыба, может быть уменьшение в последующие времена по количеству рыбы. И в связи с первым вопросом, насколько я понимаю, был еще дополнительно такой вопрос, были ли исследования набережной, то есть насколько загрязнения, которые находятся на берегу, могут влиять на состояние химической реки, Урал. Спасибо за вопросы. Что касается минерализации, то никакой связи с техногенной аварией, с минерализацией нет. Минерализация в реке, естественно, в речной воде низкая, в предустьевом пространстве и в устье реки высокая, так как там начинается море, и никакой связи этой аварии с минерализацией нет. Техногенная авария была, имела локальный характер, где в воду попал хлор, там рыба и погибла, потому что уже через несколько часов, через несколько километров, он начинает связываться другими соединениями, вступать в реакции, и эти соединения, они уже менее токсичные, выпадать в осадость. Поэтому где сбросили, там рыба и погибла от удушья. Это было острое отравление. Почему на каналах и садках, вот как говорится, вся рыба, в начале видео, наверное, вы видели? Да, в реке погибло меньше рыбы, потому что там свободно живущая рыба, которая частично могла уйти от воздействия данного фактора. К тому же, ее там не так много, как я говорил, на рыбозимовальных ямах, в связи с тем, что содержание зимой кислородов постепенно снижается, не так много рыбы залегало на этих ямах. К тому же, она свободно живущая могла уйти. А в садках и в прудах рыба не могла никуда не уйти, она в состоянии не свободы находилась, поэтому она вся погибла. Здесь задается вопрос по гибели рыбы, которая произошла в декабре. Проводились ли исследования в рамках данного тендера именно по той рыбе, которая погибла в декабре? Можете ли вы на них ответить? Или вы проводили в другой период? Нет, мы проводили исследования в другой период. Наш договор заключен весной, или летом он заключен. Мы в тот период не исследовали, и в нашу задачу не входило установление причин гибели рыбы. Этим занимались правоохранительные органы. Гибели рыбы именно в декабре? Да, в эту нашу задачу не входило. Не входило. Вы знаете, что хлор. Но мы это утверждаем из материалов следствия. Мы утверждаем. И кроме того, в составе нашей группы исследователей был специалист, который был привлечен. Привлечен. И она говорила о том, что она принимала участие и именно специфически воздействовал на, правильно я говорю, на жабры и на кишечник, такое воздействие, которое они видели в своих микропрепаратах, только вот этот хлор мог. То есть, это специалиста. Мы же подключились, и хиологи подключились позже. И в нашу задачу не входило установление причин, а скорее установление следствий. Что сейчас произошло после этой гибели? Имеются ли какие-то катастрофические последствия для состояния рыбы, состояния рыбных запасов? С это перетекает ваш вопрос плавно в то, что случилось с запасами рыб с лимитами. Я сказал, что состояние запасов рыб не изменилось практически. Смотрите, мы установили, что только промысловый запас рыб, то есть половодревая рыба, которую можно ловить, составляет 22 тысячи тонн в реке и при дуискевом пространстве. Это одно и то же стадо рыб, которые просто мигрируют туда-сюда. 22, то есть общая их тема старых, включая диплозревых, еще как минимум в два раза больше. А установлена гибель там нескольких тонн или там десятка тонн, это 0-0-0-0 процентов. В Бугарках PH 8,5, потом возле Суарнасы 7. Делали вы исторические сравнения по изменению PH? Я правильно поняла, да, Галия? Понял, я не знаю. Да. И, возможно, вообще делали анализ, почему происходит такое изменение PH? Кто может ответить? Ну, я начну, потом я передам гидрохимику слово. Значит, во-первых, станция исследований, район исследований, он определен техзаданием. То есть это не вся река там, начиная с России и кончая морем. Определен техзаданием, определенный участок, да, определенный участок, предел, это в районе города Атарау, чуть выше, там ниже и до предустия. Почему вы там и исследовали? Потому что всю реку, ну, нашей задачи исследовать не было. Что касается динамики, то динамика нами прослежена, в отчете имеется. Я попрошу Александру немножко пояснить. Атараусский педал занимается этими исследованиями гидрохимическими. И, конечно, прежде чем проводить какие-то, делать какие-то выводы по современному состоянию водоема, мы опираемся на раннеисторические сведения. Вот, насчет хлора. Мы о хлоре, вот, лично, да, здесь в докладе мы не говорим. Мы показываем хлориды. То есть содержание хлорида в воде. Вот, хлор сейчас у нас в природной воде по рыбохозяйственным нормативам не определяется, не установлено именно по рыбохозяйственным нормативам. Он должен быть, я с вами совершенно согласна, но сейчас мы работаем, по единой системе классификации, качество воды в водных объектах. Документ сейчас у нас находится, мы выступали уже с предложением. Опять же, необходимо разработать, как и раньше были, чисто рыбохозяйственные нормативы. Вернуться к рыбохозяйственным нормативам. Потому что все знают, ну, во всяком случае, что часто многие показатели рыбохозяйственные даже намного жестче, чем для хозпитивого водоиспользования, да, водоснабжения. Вот поэтому мы уже неоднократно выступали и отвечали на письма, что необходимо разработать.